Я читаю четырнадцатую главу из четвертой книги царств. Во второй год Иоаса, сына Иохазова, царя израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иего Аддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Но каждый за свое преступление должен быть наказан смертью». Он поразил десять тысяч идумиян в долине Соляной и взял селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иохаза, сына Иеуева, сказать, «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать, «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать, «Отдай дочь свою жену, сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. «Ты поразил идумиян, и возгордилось сердце твое? Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пропадешь ты и Иуда с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично, «Он и Амасия, царь Иудейский, в Вевсамисе, что в Иудее». И разбиты были Иудеи израильтянами, и разбежались по своим шатрам. «И Амасию царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь Израильский, в Вевсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на четыреста локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, которые нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочие об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией царем Иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоас, и погребен с отцами своими в Самарии, с царями израильскими. И воцарился Иерваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, пятнадцать лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лохис. И послали за ним в Лохис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было шестнадцать лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елаф и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В пятнадцатый год Амасии сына Иоаса, царя иудейского, воцарился Иерваам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал сорок один год. И делал он неугодное в очах господних. Не отступал от всех грехов Иерваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямаф до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амасиина, пророка из Гаф-Гефера. Гаф-Гефера Как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Ямаф, принадлежащий Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иерваам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Иерваам с отцом своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Иерваам с отцом своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него.